Привет, красотка! И сегодняшнее видео будет посвящено моему восстановлению после родов. Я разделила это видео на несколько блоков, о которых хочу с вами поговорить. Это блок питания, что есть в меня с моим питанием, потому что у меня еще и грудное вскармливание, и много вопросов от вас поступает, придерживаюсь я какой-то диеты. Следующий блок фигура, как вы понимаете, живот был большой, кожа растянулась, органы ушли с мест своих, и, собственно, как я восстанавливаю фигуру. Также здоровье, что я бы поставила вообще как бы на первое место, потому что сначала очень важно восстановить свое здоровье, потом уже думать о фигуре и обо всем. И четвертый блок это эмоциональное состояние, потому что многие почему-то меня спрашивают о послеродовой депрессии, я, конечно, тоже читала об этом, оказывается, почти у каждой второй женщины, родившей, есть послеродовая депрессия. В общем, обо всем об этом сегодня, и еще один пятый блок я выделила, это чисто ваши вопросы. Я попросила вас сегодня вот в инстаграме, в сториз, позадавать мне вопросы на тему восстановления после родов, потому что я могу что-то здесь забыть, не упомянуть, и самые такие часто задаваемые вопросы я тоже сегодня освещу. Освещу, освещу. Вы понимаете. Начнем мы с правила, которого я придерживаюсь, которого я решила придерживаться после родов. Правило это называется 3L. Я немножечко об этом писала, ну, точнее, не немножечко, я нормально так об этом написала по своему инстаграме. Вот он, переходите в мой инстаграм, там как бы много информации обо мне, я там появляюсь почаще, чем на ютубе. Так вот, что такое правило 3L? О нем мне рассказала моя доула, вы уже знаете этого человека, мне кажется, в каждом видео я говорю о ней. Правило заключается в том, чтобы делать 3 вещи, не более, только 3 вещи на протяжении 41 дней после родов. Первая вещь, покажу пальчик, это лежать. Да, необычно, да? У нас, наверное, ассоциация с только родившей женщиной, это такая, ааа, у нее 28 рук, здесь она стирает, здесь она убирает, здесь там пеленки грязные штуки, она про себя забыла и вообще как бы дом вверх дном. Но нет, первое, что она должна делать, это лежать и максимально себя беречь, беречь свое тело, беречь свои органы, беречь свое эмоциональное состояние. Короче говоря, вот в таком положении желательно проводить большее количество времени за день. Второй пункт, мягко перетекающий, лениться. Как вы понимаете, если ты лежишь, то есть ты не встаешь, не скакиваешь, не делаешь какие-то дела, то ты ленишься. В этот момент нужно как бы закрыть глаза на то, что где-то скопится пыль, где-то будет приготовлена несуперская еда, она не стирает, она забывает обо всех делах, кроме ребенка. То есть, знаете как, все заботятся о родившей женщине, а родившая женщина заботится о ребенке. А то обычно происходит наоборот, все родственники вокруг ребенка сразу же такие скружились, вот он у нас такой маленький, такой хорошенький, счастье, клубочек, все такое. А женщина, родившая, собственно, от которой и зависит и здоровье, и эмоциональное состояние ребенка, и ее выработка молока, если мы уж об этом будем говорить, она остается без заботы, без внимания, еще и должна кучу-кучу всего делать. Так вот, все надо делать наоборот. И третье, что женщина должна делать, это любить. Любить кого? Конечно же, свой комочек счастья, который она родила. Большинство женщин, на самом деле, после родов, особенно если они были мягкими, если они были правильными, без кучи-кучи вмешательств, у нее и так вырабатывается нужное количество правильных гормонов, которые заставляют, так сказать, любить свое чудо больше всех на свете и заботиться о нем, хотеть заботиться. У нее столько энергии именно вот на эту любовь. Вот именно этих трех правил я и придерживаюсь уже как 25 дней. Спасибо большое моему мужу, на самом деле, потому что он, неимоверно, помогает. То есть, у нас не та ситуация, когда он уходит рано утром на работу и поздно вечером приходит, а я за это время должна и кучу-кучу дел с ребенком сделать, и приготовить ему еще ужин, обед или что-то еще. Мы делаем все на самом деле 50 на 50, и он очень помогает в бытовой какой-то части, еще заранее, в принципе, когда я была уже беременна, я там научила его варить кашу, если что. Ну, то есть, что-то такое делать быстренько, чтобы не тратить много на это времени, но, в принципе, все были, если что, сыты. Вот такие вот мои первые 40 дней, на самом деле, это очень важно, 40 дней, как для мамы, так и для малыша, и нельзя повторить эти 40 дней. То есть, понимаете, очень важно именно сейчас их прожить вот так, реально где-то закрыть глаза на грязные полы, на макароны на обед вместо там какого-нибудь супа вкусного, но восстановиться, правильно себя чувствовать и как раз-таки не попасть в ту самую послеродовую депрессию. Ну, а теперь давайте по моим блокам пройдемся, которые я выделила. Питание. Что изменилось в моем питании? На самом деле, я не сильно себя ограничиваю в еде. Я очень тоже много об этом читала информации, и что раньше на грудном скармливании женщины питались там одной гречкой, индейкой, чтобы максимально там все аллергены и все возможные исключить, но на самом деле это тоже не очень-то правильно. Но это такая глубокая тема, что я не буду прямо ее сейчас разворачивать, наверное, я просто скажу, как делаю я. Первое мое правило в еде, я ем все по чуть-чуть. То есть, понятно, я не съем килограмм моего любимого пекана, ореха, но, допустим, 5 орехов пекана в день я съем, 2-3 финика в день я съем какой-нибудь фрукт, какой-нибудь овощ, какую-нибудь кашу, какой-нибудь суп. То есть, помаленьку, потихонечку. И если есть на что-то реакция, например, у нас была один раз всего за эти 3 недели жизни нашей крошки, была реакция на пастилу. Я съела натуральную, причем, пастилу, то есть, это без всяких там добавок, без всяких консервантов. Натуральная пастила, которую, знаете, дома высушивают сами, но она была со вкусом ассорти фруктов. То есть, я даже не знала, какой там именно фрукт, но я съела буквально вот немножечко, и у нее на следующий день высыпали маленькие прыщички. Это, конечно, никак ее не беспокоило, но я как бы понимаю, что не очень хорошо. У ребенка, блин, красное лицо. И окей, я эту пастилу больше есть не буду. И вот так вот я и смотрю на реакцию, делаю определенные выводы, включаю определенные продукты. Это было первое правило, да, все по чуть-чуть. Второе правило, это уже касательно именно меня. То есть, не в плане реакции на ребенка и грудного вскармливания, да, а именно, что нужно женщине после рода. Очень-очень нужно все теплое, вареное, пареное, припученное такое на пару, с термической обработкой, пища, содержащая коллаген. Очень-очень это важно, чтобы все мышцы, все хорошо очень восстанавливалось в организме. То есть, поменьше сырых, например, овощей, типа прям салат из огурцов и помидоров, да, а побольше, например, теплых каш и супов, чтобы прогревать, разогревать организм, чтобы все восстанавливалось внутри хорошо, мягко, медленно. И именно этой пищи мне и захотелось. То есть, сразу же после родов я действительно прям захотела ее кашки, супы всякие наваристые. Следующий пункт, который я выделила, я пью очень много воды. Настолько много воды, я не пила в жизни еще никогда. Серьезно, я думала, что я до беременности пью много воды. Во время беременности я стала пить еще больше воды, но сейчас это просто мой максимум, наверное. Вот таких бутылок я выпиваю штук 7, мне кажется, за день, а здесь у нас 650 мл. Особенно, когда я кормлю. От того, что я кормлю грудью, я прямо во время кормления просто могу выпить, мне кажется, бутылку. И, кстати, насчет кормления. Я очень сильно хочу есть после того, как покормлю Еву. Это прям такой жор, знаете, то есть нереальный. Но, слава богу, я как бы не поправляюсь от этого. То есть, видимо, просто мне сейчас действительно нужно намного больше еды, больше калорий, чем обычно. И еще, что я выделила. Единственное, так сказать, мое ограничение, это поменьше употреблять продуктов, которые бродят, которые вызывают брожение у меня, а значит, вызовут брожение и у Евы в организме. Это хлебобулочные изделия. Если, например, яблоко есть, то лучше яблоко в термической обработке, то есть запеченное яблоко, а не сырое. Ну, то есть, вот такие вот моменты. Но, в принципе, никакой диеты у меня нет. Пункт здоровья. Что я здесь выделила? Еще до родов мне сказали, что на роды я должна приехать с чулками компрессионными. Это такое правило, без которого не пускают сейчас на роды. И на самом деле это очень хорошо. Это профилактика варикоза. То есть, я все роды провела в них. Это такие белые чулки. Вы, наверное, могли видеть в прошлом видео про роды. У меня такие, типа, белые колготочки. Это вот как раз такие чулки. И мне сказали носить их в течение месяца как профилактику варикоза. И, в принципе, это очень хорошо, что сейчас такие правила прямо в роддоме говорят, что я это не где-то вычитала, а мне сказали об этом врачи в роддоме. Так что каждый день сейчас с утра я надеваю чулки. Для этого нужно поднять ноги либо наверх, либо просто полежать какое-то время. Следующий пункт очень интересный. Это утяжка живота после родов. Причем не бандажом. Наверное, многие знают такую штуку, как бандаж, который должен помогать после родов. И до родов его тоже можно носить. Но, как оказалось, бандаж это очень нефизиологичная штука. И фактически она работает не совсем правильно. То есть, бандаж, он узкий достаточно. И он работает прямо над серединой живота, над центром живота. То есть, бандаж вот так поддерживает живот. Живот после родов есть. Как бы, да? Мы все это знаем, потому что он не уходит сразу же в никуда. И он приплюскивает тебя вот так вот с двух сторон. Особенно, как бы, спереди. И не дает своим мышцам работать. Самое-то главное, что он не работает с постановкой органов на места. Вот это самое важное. Потому что во время беременности все 9 месяцев наши органы, мои органы, я говорю про себя, мои органы двигались, уступая место малышу. Потому что малыш растет, матка потихонечку поднимается наверх. И все органы, они вообще как просто повезло им, так они и разместились. И вот представляете, рождение ребенка, да, матка просто была вот такая. Она должна сократиться. Органы вообще просто в подвешенном каком-то состоянии. И как раз-таки ближайшие 40 дней, они, почему такое, да, магическое это число, 40 дней. О нем вообще очень много говорят. Это время очень много значит для мамы и малыша. Вот эти 40 дней, примерно, конечно же, органы потихонечку, потихонечку встают на места. Вот почему еще важно по максимуму лежать. Потому что если ты начинаешь сразу как козочка бегать, а еще и не подвязывать живот. То есть что происходит? Органы под давлением силы притяжения, да, у нас работает сила притяжения. Ты ходишь, ты бегаешь, наклоняешься, еще и тяжести поднимаешь очень классно. Они занимают неправильное положение. Либо начинают опускаться у каждой второй женщины, родившей. Диагностируется опущение органов. Это очень печально. Это как раз-таки происходит. Почему? Потому что в нужное время тебя женщина не поберегла или там не подвязывала живот. И самое главное, что это уже не восстановить. То есть вот эти вот 40 дней, почему важно их именно не пропустить, так сказать, и все-таки сделать все правильно. Точнее вообще ничего не делать. Просто лежать и реально лениться. Потому что потом тебе скажет твое тело, твой организм огромное спасибо. Потому что мы-то не чувствуем, конечно, какая огромная работа сейчас происходит в нашем организме после родов. Там просто все перестраивается. Гормоны работают на непонятно каких скоростях. И очень важно для организма восстановиться. Так вот, что такое подвязывание живота бинкунгом. Бинкунг это полотно ткани 20 метров. Шириной 20 сантиметров. То есть это вот такой вот рулончик. Вот его ширина и длина просто 15-20 метров. Пинкунг пришел к нам из Малайзии. И это такая штука, которая утягивает живот именно так, как это нужно в послеродовой период. Я это делаю каждый день, когда встаю. То есть если я лежу в течение дня почти весь день, да, то есть я просто кормлю ребенка, максимум встаю до туалета, то я не надеваю бинкунг. А если я понимаю, что в этот день что-то я буду активненькое делать, как минимум вставать на дольше, чем час, или мы пойдем, например, гулять, то в таком случае я подвязываюсь бинкунгом и не переживаю, что мои органы там в расхлябанном каком-то положении, потому что они очень хорошо утягиваются. В общем, это такое подвязывание, которое начинается снизу с бедер. То есть ни один бандаж не будет начинаться с бедер. И правильно подвязываться именно начиная с бедер, потому что наши бедра тоже во время родов хорошо так разошлись. В общем, я покажу вам на видео, как я это делаю, но на видео я показала немножечко неправильно, потому что почему бинкунг нужно надевать на голое тело, то есть без нижнего белья, и потом уже сверху него надевать нижнее белье. Как вы понимаете, я на камеру бы это не показала, поэтому на видео я показала вот такое вот подвязывание немного повыше. Но на самом деле нужно начинать именно с бедер и идти вот так вот наверх, 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 наверх к груди. Это называется узелковое подвязывание, то есть я делаю определенный стержень сначала, а потом об него обматываю весь бинкунг. Первый раз это долго, первый раз это очень так непонятно вообще, сложно, я делала первый раз это с мамой. Но потом я приноровилась, и сейчас в принципе минут 7 это занимает. Единственное, что вечером, каждый вечер я его получается снимаю, раскручиваю, и вот это вот длиннющее полотно просто по всему полу лежит, и его нужно обратно заматывать, это, конечно, немножечко лень делать. Зато это безумно круто, вы даже не представляете, насколько мне позвоночнику офигенно. Я просто когда подвязываюсь, когда я в бинкунге, я сразу чувствую такую поддержку спины, потому что в первый день после родов я просто не понимала, где у меня центр тяжести. То есть, понимаете, у меня был вот такой вот живот, все 9 месяцев он потихонечку рос, и тут в один момент его не стало. И мой позвоночник как будто не понял, просто что как бы сейчас делать. Я постоянно немножечко сутулилась, то есть вот здесь вот у меня не было вообще понимания, как мне выпрямиться или как мне держать осанку правильно. Абсолютная какая-то дезориентация моих позвонков была, и когда я подвязываюсь бинкунгом, моя спина просто вот так вот выпрямляется, мне сразу же так хорошо. В общем, бинкунг это просто для меня находка, невероятно крутая штука, которая правильно утягивает наши органы, точнее помогает органам встать на место нормально. Ну и еще в плане животика, да, он делает животик поменьше, но для меня было важно именно первое, именно здоровье, потому что живот уйдет, это как бы понятно, со временем все проходит, можно начать заниматься спортом через некоторое время, уйдет вот этот вот нижний животик, это окей. Но самое главное, чтобы не было проблем с опущениями органов, с мышцами, именно с тем, чего нам не видно внешне, но что не менее важно. А, перед тем, как, кстати, делать бинкунг, я всегда делаю массаж живота. Я использую тоже кокосовое масло, что я использовала в время беременности, когда мазала живот. Смазываю животик, делаю щипковый самомассаж, то есть именно вот на низ живота, там, где больше всего вот этой вот кожи растянувшейся. Я прям хорошо так до красноты делаю массажи. Благодарю животик за то, что он выносил мою малышку. Самое главное в этот момент не возненавидеть себя за то, что, блин, ты выглядишь не так, как хотелось бы. И не думать, что вот у меня сейчас страшный животик. Потому что, конечно же, в первый же день после родов, и я тоже офигела. Я встала, смотрела в зеркало и такая, неплохо, а я как будто на шестом месяце беременности. Конечно же, потому что все вываливается, матка еще вообще огромная, она еще не сократилась. Но не нужно этого бояться. Я не знаю, кому я это рассказываю на самом деле. Или, может, у меня кто-то действительно будет скоро рожать. Важно продолжать себя любить. Понимать, что ты сделал огромную работу, огромный труд. Твой организм потрудился просто как никогда. Поблагодарить его за это и относиться к нему с любовью и заботой. И все восстановится. Нужно только время. И что еще из здоровья? Вот первые 40 дней я делаю упражнения кегелей. Я думаю, все знают, что это за упражнение для интимных мышц. Потому что пока что, например, всякими прессами заниматься, конечно же, нельзя. И те, кто сразу же на третий день после родов идут в спортзал, даже не представляют, что делают со своим здоровьем. Следующий блок. Как раз-таки фигура. Всех интересует вопросы восстановления фигуры после родов. Ну и я, конечно, тоже об этом заранее читала, смотрела. Так вот, что мне разрешено, так сказать, делать первые 40 дней. Как я уже говорила, массаж живота. Я это делаю два раза в день. Утром перед тем, как надеваю бинг-кунг. И вечером перед сном. Также после душа каждый день я прохожусь по животу сухой щеткой. Прямо так до красноты, не жалея себя. Но это спустя 10 дней после родов. Главное, немножечко напрячь в этот момент пресс. То есть не прям сильно пытаться напрячь пресс. А просто, чтобы массаж делать именно по коже, а не по органам как бы. Живот, ляжки, попу, бедра. И также во время душа я делаю скраб. Знаете, такой ядреный кофейный скраб по бедрам, ляжкам, попе и по животу. Но по животу тоже чуть-чуть нужно поднапрячь пресс, чтобы именно вот кожу проскрабировать. Я почему-то как-то, знаете, наоборот начала. То есть вообще-то сначала у меня идет скраб в душе, потом массаж сухой щеткой, потом массаж маслом. А я сказала абсолютно все наоборот. Это пока что все, что касается фигуры. Пока что мне разрешено только это. Спустя 40 дней пойдет большая работа, начнется большая работа. Но сейчас мне нужно максимально давать организму восстановиться самому и помогать вот только такими маленькими моментами. Последний блок, который я выделила, это эмоциональное состояние. То есть, собственно, как раз-таки депрессия, о которой вы меня многие спрашиваете. Которой, слава богу, у меня нет. У меня действительно все как бы нормально. То есть я понимаю, что после родов определенный выброс гормонов происходит. И это нормально, если женщина на 10-й, 3-й, 15-й день после родов просто так заревет. Потом просто так рассмеется, просто так возненавидит весь мир. Но у меня такого нет. Счастью, к сожалению, не знаю. Мне кажется, огромное спасибо как раз-таки вот этому правилу 3L, которого я придерживаюсь. Потому что вот в этот первый период, когда, конечно же, наш полностью уклад жизни поменялся, вообще сверх на голову перевернулся. То есть мы сейчас абсолютно по-другому живем. Вы это понимаете, да? От нас полностью зависит один маленький человечек, который сейчас кряхтит напротив меня. Но, слава богу, адаптация у нас прошла спокойно. Где-то помогал Денис, где-то помогала моя мама. Ну, в общем, я вам уже сказала в самом начале видео об этой теме. И как раз-таки, что мне будет разрешено спустя 40 дней, это потихоньку внедрять в свой распорядок дня вакуум. Вы знаете, наверное, это упражнение вакуум. Активная ходьба. Мы сейчас, в принципе, ходим с коляской гулять. Ну, не больше, чем на 2 часа. И я, конечно же, обязательно подвязываюсь бенкунгом. И обязательно я в чулках. Ну, а спустя 40 дней можно будет уже нормально ходить. Может быть, даже потихонечку я буду внедрять свои утренние пробежки. Мне кажется, мне пора заканчивать видео. Кто-то уже проснулся. Ну, я, собственно, как раз его и заканчиваю. Также, что по здоровью, нужно обязательно будет сделать УЗИ органов малого таза. Сдать кровь на анализы. Сходить к офтальмологу, проверить мое зрение после родов. Потому что, возможно, оно как-то изменилось. Но я, правда, не чувствую каких-то изменений. И сходить к остеопату. И, собственно, к чему я это говорю? К тому, что я могу снять вторую часть моего восстановления после родов. Спустя 40 дней, что я именно делаю. Как я буду более активно восстанавливать свою именно фигуру. Потому что речь здесь пойдет именно о фигуре уже. Так что, если вам будет интересно посмотреть вторую часть, то есть продолжение этого видео, обязательно пишите мне в комментариях. Ну, а я перехожу к последней части моего видео. Это ваши вопросы мне, которые вы задавали в Инстаграме. Ты кушаешь чипсы? Класс! Кстати, да, это такой момент. Может быть, для кого-то это и было бы ограничением. Но я, в принципе, старалась всегда вести здоровый образ жизни. И не есть всякие такие вот штуки типа чипсов, знаете, там конфет, сахара. Поэтому для меня это как бы несложно сейчас придерживаться таких же ограничений. То есть, да, действительно, я не ем ничего, что содержит сахара. То есть, всякие шоколадки, мармеладки, ненатуральная всякая пастила, чипсы, кириешки, газировки. Ну, короче говоря, вот это все я как не ела, так и не ем. Но, возможно, для кого-то, кто раньше во время беременности и до беременности этим питался, для него, наверное, это тяжеловато вот так вот резко обрубить. Но для меня любимая сладость, действительно, самая любимая сладость, это финик. Мне кажется, вкуснее и слаще ничего не может быть. То есть, орехи, фрукты, сухофрукты. Мне кажется, это намного вкуснее, чем всякие чипсы, кириешки и так далее. Интересный вопрос. Насколько я прибавила в весе и насколько ушел мой вес сейчас? Итак, за всю беременность я набрала 12 или 11 килограмм. И, собственно, сейчас я уже вернулась к своему добеременному весу. Так что, скорее всего, все эти килограммы это и были моя дочка, воды, молочные железы, которые увеличились в размере от молока, матка, которая очень сильно увеличилась в размере, кровь. Ну, в общем, все эти компоненты, если сложить, наверное, это и будут вот эти 11 килограмм. Появились ли растяжки на животе и бедрах, и попе после рода? Знаете что? Вот везде, где вы перечислили, не появились, но появились на груди. И я доказала, что пофигу вообще, по-моему, на то, мажешься ты кремами, маслами или нет. Все-таки самое важное это твоя генетика, предрасположенность к этому. Несмотря на то, что я мазалась всякими маслами. Слава богу, на животе у меня нет растяжек, на бедрах и на попе нет, но на груди растяжки есть. Но в том месте, где, если что, это прикрывается купальником, повлияли ли роды на ваше зрение? Вот я не знаю, буду смотреть. Ну, как бы по состоянию, я вроде бы как видела раньше, так и сейчас вижу, так что. Достаточно ли времени ты уделяешь мужу с появлением малышки? В этом плане у нас действительно проблемы нет, потому что мы оба работаем, если что, удаленно. То есть мы можем работать дома. Я, к примеру, могу снимать видео, пока Ева спит. Денис может уйти к себе в кабинет и работать за ноутбуком. Поэтому мы, в принципе, всегда вместе, гуляем, если что, вместе. Столкнулась ли я с проблемой выпадения волос? Пока что нет, но это на самом деле такой миф небольшой, что волосы выпадают из-за того, что ты родила. Или волосы выпадают из-за того, что ты кормишь грузью, например. На самом деле, во время беременности определенный гормон вырабатывается в организме очень активно. И он будто бы блокирует выпадение волос. То есть если в норме, например, у обычного человека выпадает каждый день 100 волос, то у беременной женщины из-за этого гормона будет выпадать не 100 волос, например, а 20. И кажется, что у тебя больше волос, кажется, что у тебя все хорошо, они там блестящие, классно. А после родов этот гормон сходит на нет. То есть он возвращается в обычное нормальное состояние. Ты же больше не беременна, он тебе для чего-то там не нужен. И все те волосы, которые должны были выпасть во время беременности, выпадают сейчас. И кажется, что ты потерял всю свою голову. Но на самом деле происходит просто спад определенного гормона. Но я не заметила прям какого-то облысения, если честно. Да, волосы выпадают действительно. То есть если во время беременности, пока я мыла голову шампунем, я очень редко могла вот так вот сделать и увидеть пару волос на руке, то сейчас во время душа я замечаю, что волосы могут выпадать точно так же, как и, внимание, до беременности. Изменилась ли твоя жизнь после родов? Ну, а как вы думаете? Немножко, наверное, да. У меня просто появился новый человек в доме. Высыпаетесь ли вы? Много ли Ева плачет ночью? Тьфу-тьфу, Ева не плачет ночью. Ева просто кушает ночью, как это и должен делать ребенок. Несколько раз за ночь я просыпаюсь, чтобы покормить. Первые дни после родов я, конечно же, все так делала, знаете, очень аккуратно. Я прям просыпалась полностью. То есть представляете, да, несколько раз за ночь ты полностью просыпаешься и не спишь там определенное время. Вот пока она кушает, собственно, это может быть 20 минут, это может быть 30 минут, это может быть 10. Но сейчас я уже делаю все это как на автомате, можно сказать. То есть буквально в дремоте какой-то просыпаюсь, подкладываю ее к себе, кормлю, укладываю обратно, немножечко поглажу, если надо, подержу руку на ней и все. О, знаете, я сейчас увидела один вопрос про травяной чай и забыла вам сказать про очень важный пункт насчет питания. Что я делала во время первых 10-14 дней после родов, это я пила очень крутой чай. Чай, который мне тоже посоветовала Доула, он очень круто восстанавливает все наши женские органы после родов. Матка быстрее сокращается, появляются силы, в общем, очень крутой чай и безумно, кстати, вкусный. Короче, я нашла сообщение от моей Доулы. По два пакета крапивы, пастушьей сумки и тысячелистника на один литр кипятка в термос. Добавить две столовые ложки красного вина. Я не добавляла красного вино, потому что просто-напросто мы не пьем алкоголь и покупать бутылку из-за того, чтобы заводить один чай я не хотела. И мед. Все, девочки, наверное, буду заканчивать это видео. Оно получилось, мне кажется, еще дольше, чем видео о родах. Но очень надеюсь, что было кому-то полезно. Как я уже говорила, если хотите вторую часть, обязательно пишите об этом в комментариях. И подписывайтесь на мой инстаграм. Не могу не пригласить вас туда, потому что там я сейчас почаще, чем здесь. А я сейчас, знаете, буду чем заниматься? Я пойду, возьму свою крошку, положу ее на перелинальный столик, поменяю ее подгузник, помою попку, сделаю массажик, потом покормлю и потом мы пойдем, наверное, гулять. Кстати, хочу записать как-нибудь влог. Типа, знаете, у меня был один день из жизни беременной Сашки, только сейчас один день из жизни не беременной Сашки. Я вас очень сильно люблю, красотки. Улыбайтесь чаще и пока-пока. Сашки.